Всем привет, это Лёха Макликбес, и сегодня я хочу быстро рассказать о том, что показала компания Apple на своём крайнем ивенте, который прошёл 7 сентября. Я понимаю, что с таким инфоповодом я немного опаздываю, и вы, скорее всего, уже и так знаете о всех показанных новинках, но всё равно, мне кажется, вам будет интересно послушать моё мнение о том, что показали на этом мероприятии, и то, что я думаю о представленных новинках. Но давайте пойдём по порядку. Прежде всего, Тим Кук, естественно, говорил много о цифрах, как обычно происходит на всяческих мероприятиях компании Apple. Так, например, Apple сейчас имеет 17 миллионов платных активных подписок Apple Music, а из Apple Store совокупно было скачано 140 миллиардов приложений, что даёт Apple право говорить, что у них скачивают в два раза больше, чем у конкурентов. Ну, естественно, это камень в огород Android, но Apple практически никогда открыто не пинает своих конкурентов. Также они сказали, что iOS сейчас является одним из самых популярных гейминг-устройств, то есть играют больше всего на iPad'ах, iPhone'ах и iPod Touch'ах. В этот раз Apple очень нехило заручился поддержкой у таких компаний, как японская Nintendo, и они говорили об успехе их приложения Pokemon Go и о том, что в ближайшее время выйдет версия Pokemon Go для Apple Watch, и можно будет ловить покемонов прямо с часов. Также очень неожиданно, но на сцене показался Сигиро Миамото, создатель серии Super Mario, и он объявил о том, что на iOS выйдет игра Super Mario Run. И для меня, как для довольно заядлого геймера, это новость скорее отрицательная, потому что видно, что успех Pokemon Go быстро изменил курс компании Nintendo в сторону мобильных платформ, чем раньше они не занимались. Ну да бог с ними, с играми. Далее Тим Кук на сцене перешел к Apple Watch, сказал, что Apple Watch находится на втором месте по продажам среди всех часов в мире, и обогнал их только Rolex. Мне лично кажется это сомнительным, потому что Rolex выпускает часы в довольно дорогом ценовом сегменте, и как-то так они обошли по продажам тех же Casio на 10 пунктов. У Apple может быть какая-то своя статистика, поэтому просто опустим этот факт. Они немного рассказали про новинки WatchOS 3, такие как быстрый запуск приложений, функция дыхания и многое другое. WatchOS 3 будет доступен для бесплатного обновления 13 сентября. Тут же компания из Купертино представила Apple Watch Series 2. Фактически это практически те же часы, точнее часы в том же самом корпусе, что делает их абсолютно на 100% совместимыми со всеми выпущенными до этого аксессуарами и ремешками. Но они добавили ряд новых функций. В частности, они добавили так ожидаемую многими защиту от воды до 50 метров. Более того, они не только не запретили, а даже разрешили в них плавать, и у них есть отдельное приложение, которое является трекером во время плавать. Я думаю, что для многих любителей бассейнов это станет приятным нововведением. Также Apple Watch Series 2 получил процессор в два раза быстрее, экран второго поколения, который ярче в два раза. Что достаточно важно, Apple Watch Series 2 получил встроенный GPS, и теперь для того, чтобы заниматься, скажем, трекингом своей физической активности, бегом и прочим, вам вовсе с собой не нужно брать iPhone, и на пробежку можно выбираться, только взяв с собой часы. Также они представили совершенно новую версию в корпусе из белой керамики. Ну, на рендерах это выглядит, конечно, потрясающе, и думаю, что вживую будет выглядеть не хуже. По факту мы имеем достаточно интересное и неплохо обновленное устройство, пускай и в старом корпусе, но оно довольно приятно обновилось, и получило ряд эволюционных фишек. Также Apple показали часы версии Nike+, которые заточены под дизайн Nike+. Они имеют свои собственные циферблаты, и, в общем-то, это все заточено под бег физическую активность. Apple Watch Series 2 будет доступен в продаже у нас в стране с 23 сентября. При этом прошлогодняя модель также получит двухъядерный процессор и будет предлагаться по сниженной цене. Так что, я думаю, каждый сможет подобрать себе то, что ему понравится. У меня, кстати говоря, с середины лета тоже появились Apple Watch, естественно, первого поколения, и по традиции для меня я сделаю довольно запоздалый обзор и специально жду выхода WatchOS 3, потому что там будет довольно много интересных мне фишек, и сделаю обзор в формате опыта эксплуатации и дополнительно сравню их с часами Pebble. Думаю, будет интересно, так что следите за обновлениями и подписывайтесь на канал, если этого еще не сделали. Далее Apple начали говорить о самом вкусном, собственно, об iPhone. Естественно, не обошлось без цифр. Они сказали, что за все время было продано больше миллиарда айфонов всех моделей вместе, и закономерно они показали iPhone 7. Прежде всего, iPhone 7 получил корпус с небольшими изменениями в сравнении с предыдущими моделями. Так теперь рамки антенн стали более аккуратные и менее заметные. Цвет Space Gray теперь стал поистине черным, а не серым, как он был до этого. И также появился новый цвет, черный Onyx, который является по факту глянцевой вариацией. Теперь каждый сможет себе выбрать цвет по вкусу из еще большей палитры. Несмотря на то, как классно выглядит на картинке глянцевый iPhone, мне все равно нравится более матовая версия, и себе бы я рассматривал именно ее. Что очень немаловажно, Apple наконец-то сделали iPhone 7 водостойким или влагозащищенным. Но тут не стоит рассчитывать на сильно многое, потому что защищен он всего лишь по стандарту IP67, и здесь уж точно с ним не поплаваешь в бассейне, но кратковременное и неглубокое погружение или встречу с дождем он переживет на ура. Также из таких полукорпусных моментов стоит отметить, что Apple изменили кнопку Home. Теперь она больше не является кнопкой в привычном виде и физически не нажимается. Механика в ней теперь отсутствует, а вся тактильная часть отрабатывается движком Taptic Engine. Благодаря этому Apple смогли привязать к этому много новых функций. Кнопка определяет силу нажатия, так же как и экран 3D Touch, и теперь на нее можно будет повесить массу интересных функций, которыми смогут воспользоваться даже сторонние разработчики. Мое мнение, что это хорошее нововведение, потому что механическая кнопка нередко выходила из строя, и зачем вам нужен этот анахронизм. Кстати говоря, про анахронизмы. Многочисленные слухи подтвердились, и Apple таки убрал из iPhone 7 разъем для 3,5-мм гарнитуры. Хорошо это или плохо, мы посмотрим чуть позже, как покажет себя рынок в целом. На данный момент я не вижу в этом ничего плохого, потому что Apple вышли достаточно элегантные ситуации. Во-первых, они кладут в комплекте EarPods наушники с разъемом Lightning, а во-вторых, также кладут в комплект переходничок с Lightning на 3,5-мм джек, кому это все-таки надо. Он достаточно маленький, элегантный. Если вы хотите слушать через какие-то свои наушники или использовать AUX кабель, например, в автомобиле, то вам, в принципе, никто это не помешает сделать. Также по части звука они доработали систему динамиков. Теперь их два. Это такого рода стереофоническая система. Причем интересно, что один из них спрятан где-то в районе голосового динамика, который мы слушаем, когда разговариваем по телефону. Также Apple утверждает, что громкость увеличилась в два раза в сравнении с предыдущим iPhone 6s. Вот это достаточно интересно. Обязательно нужно будет попробовать послушать их в сравнении. Дальше идут фактически эволюционные изменения аппаратов, которые мы видим из года в год. Такие, как новые камеры. В частности, основная камера сильно улучшена. Она имеет светочувствительный сенсор 1.8. В камере появился более скоростной сенсор, который на 60% быстрее, на 30% эффективнее. Та самая увеличенная апертура на 1.8 позволяет делать снимки в условиях недостаточного освещения, и ваши фотографии в темное время суток станут более насыщенными и качественными. Вспышка True Tone теперь стала состоять из четырех светодиодов, и по утверждению Apple она стала давать на 50% больше света. Также камера теперь имеет оптическую стабилизацию, даже в младшей версии аппарата. Фронтальную камеру также подтянули, она стала 7-мегапиксельной и также имеет стабилизацию. У iPhone 7 Plus дела еще интереснее, камеры теперь стали две, и долго все гадали, что же они будут делать, какой функционал будут нести. На самом деле, все оказалось достаточно просто. Теперь одна камера имеет широкий угол, а другая является фактически телеобъективом. Таким образом, камеры могут захватывать одновременно и больший угол по ширине, и иметь возможность оптического зума. Конечно же, Apple поработали над экраном, теперь он имеет яркость на 20% больше и расширенный цветовой охват. Говорят, что он соответствует киностандарту, и вместе с новой системой стереодинамиков смотреть кино на вашем iPhone станет одно удовольствие. Говоря о том, что Apple лишился разъема для наушников стандарта 3.5 Jack, нельзя не отметить, что Apple также показали свои новые наушники, которые называются AirPods, и являются, по сути, вариантом AirPods с отрезанным проводом. Многие уже пошутили на этот счет, но на самом деле, здесь представлено довольно много всяческих интересных технологий. Специально для этих новых наушников Apple разработали чип W1, который управляет различными сенсорами и понимает то, где сейчас располагаются наушники. У наушников вообще нет никаких кнопок, и вы просто вставляете их в уши, они определяют это как включение и начинают работать. Также, благодаря встроенным акселерометрам, можно управлять воспроизведением простым постукиванием по наушникам. Опять-таки, кнопок в них никаких нет. Также здесь используется продвинутая система шумоподавления для разговора через эти наушники. Эти наушники готовы проигрывать музыку до 5 часов, но вместе с ними поставляется чехол, через который они же и заряжаются. Этот чехол способен в сумме продлить время до 24 часов воспроизведения музыки. На мой взгляд, самое прикольное, что они автоматически настраиваются с вашим iPhone и со всеми вашими устройствами. Таким образом, что вы можете использовать их для воспроизведения с iPhone, с iPad, с ваших Apple Watch или даже с Mac. То есть, это все автоматически привязывается к вашему устройству и работает сразу на всех. Это, на самом деле, очень круто, потому что современный стандарт Bluetooth постоянно заставляет, если у вас несколько устройств, переподключаться. Кстати, наушники мне бы очень сильно хотелось попробовать. Продажи, они появятся в конце октября по цене почти 13 тысяч рублей. Ну, довольно кусачая цена. С другой стороны, с современным курсом ни на что другое рассчитывать не приходится. Дальше про iPhone говорилось в основном стандартные вещи про железо, что процессор стал в два раза мощнее, что iPhone получил самую крутую графику, а все это в совокупности дает iPhone возможность работать от аккумулятора на пару часов больше, чем iPhone 6s. И это позволяет сделать iPhone 7 самым долгоиграющим iPhone из всех выпускаемых когда-либо. Как видите, новый iPhone 7 привнес достаточно много нововведений. Это действительно интересная новинка. Это однозначно стоит того, чтобы дать телефону новую порядковую цифру. Я думаю, что после этого анонса многие захотели себе новый iPhone. На мой взгляд, важно, что Apple наконец-таки после стольких лет отказались от модели на 16 гигабайт. Я сам пользуюсь такой моделью, и я знаю, какое это страдание. В итоге будут доступны 5 цветов и объемы памяти в 32, 128 и целых 256 гигабайт памяти. Версия черный Onyx будет доступна только в версиях 128 и 256 гигабайт. Очень прикольно, как будет выглядеть линейка iPhone на данный момент. То есть Apple оставляет iPhone SE с памятью в 16 и 64 гигабайта, вставляет также iPhone 6s и 6s Plus с версиями 32 и 128 гигабайт. И, конечно же, присоединяются новые iPhone 7 и 7 Plus с памятью, которую я уже озвучивал. Это дает достаточно широкую вариативность выбора. И если не считать iPhone SE, я очень рад, что версия на 16 гигабайт ее нет теперь даже в iPhone 6s. Этот заказ открывается 9 сентября. В первой волне стран будет доступна 16 сентября. Но нам важно, что в Россию iPhone поступит в официальные продажи 23 сентября. И совершенно не обязательно выкупать у барыг телефона за обещанные деньги, для того, чтобы взвести iPhone 7 на неделю раньше и, не знаю, понтануться, что ли. iPhone 7 у нас будет представлен при стоимости в 57 032 гигабайтная модель, 66 128 гигабайтная и 75 256 гигабайт. Если вы захотите выбрать вариант iPhone 7 Plus с большим экраном и более крутой камерой, то в таком случае 32 гигабайта обойдутся в 68 тысяч рублей, 128 гигабайт в 77 тысяч рублей и 256 гигабайт в 86 тысяч рублей. Естественно, это официальные ростест цены, и можно, наверное, будет найти серый вариант немного дешевле, но я вам делать этого не рекомендую, потому что двухлетняя гарантия будет работать только при наличии чека в той стране, где куплен iPhone изначально. Вот такой получилась презентация Apple 7 сентября 2016 года. Мне она показала достаточно интересной, они показали действительно много интересных новинок, все они были в той или иной степени классными и прикольными, и я никак не могу сказать, что эта презентация прошла даром. От себя хочу поблагодарить вас за то, что вы посмотрели этот ролик до конца, надеюсь, он вам понравился и стал для вас хоть немного информативным. Если он вам нормально зашел, то ставьте лайк, подписывайтесь на канал, если это вы еще не сделали. Всего доброго! И еще один маленький момент. 13 сентября выйдут новые версии iOS 10 и Watch OS 3, а также 20 сентября зарелизится macOS 10.12 Sierra, и в ближайшее время я сделаю обзор на эти системы.